Здравствуйте, друзья! Замечали ли вы, что отдых становится испытанием на стрессоустойчивость для многих пар? Психологи также отмечают, что после больших праздников, таких как Новый год, 8 марта, Рождество, а также после отпускных периодов своих клиентов, к ним обращаются пары о том, что они поссорились, у них сложный период начался или они разводятся. Почему так? Почему событие, которое должно объединить пару, напротив, обостряет сложности, которые там есть? Я думаю, здесь присутствуют два момента. Первое – это завышенное ожидание предстоящего события. Так планировали, так ждали, так мечтали, и сложилась идеальная картинка в голове, как все пройдет. Жизнь вносит свои шероховатости, неожиданности, а иногда и крутые повороты в сюжете отдыха. Не каждый может расслабиться и получить удовольствие, когда что-то пошло не по плану. Второе – это то, что будни, часто похожие на день сурка, они скучны, но в них есть четкий ритм, четкие планы, четко розданные роли для всех участников этого события. На праздниках, а также на отдыхе, не всегда понятно, как лучше действовать. И спонтанность не помогает многим парам, а скорее наоборот вносит раздражение. Несколько проверенных советов. План, конечно, должен быть, но очень важно держать в фокусе внимания не сам план, а ваше хорошее настроение и радость от жизни. Если какой-то пункт плана мешает вашему отдыху, смело меняйте его. А если что-то пошло не так, план рассыпается, отнеситесь к предстоящему дню, как к квесту, в котором могут быть неожиданности, непонятно, как решить какие-то моменты, но вы обязательно сможете получить удовольствие от этого приключения. Желаю всем хорошего отдыха!